Виталий, приветствую тебя на очередном видео «Анализ технических и фундаментальной оценки самых интересных и перспективных с нашей точки зрения торговых идей». Сегодня хорошо, что у нас с самого утра есть возможность с тобой встретиться. День важный с позиции фундаментального анализа, потому что сегодня итоги двухдневного заседания американского регулятора. Конечно же переоценивать не хочется события, потому что сколько раз уже было такое, что возлагаешь большие надежды на что-то, а рынок как-то вяленко реагирует. То вот как с нонфармами неоднократно случается в последнее время. Но даже если опустить этот момент, все равно нужно как бы с уважением, естественно, к сегодняшнему поводу, потому что заседание Федрезерва сейчас важно не только потому, что оно дает оценку состояния американской экономики и как бы разжевывает, как американская экономика противостоит последствиям пандемии. Оно еще интересно тем, что на заседаниях могут быть анонсированы какие-то дополнительные шаги по стимулированию. Вот они как раз и могут стать причиной самых интересных движений. Ну ладно, давай тогда непосредственно перейдем к торговым идеям и посмотрим, что интересного мы с тобой нарыли на сегодняшний день, что также можно использовать. Демонстрация экрана. Так, вроде бы пошло уже, да? Да. Секундочку. Так, начнем мы с сделки по главному валютному риску, по евро-доллару. Я давал ориентиры покупки с уровня 1.12.50. Сделка сработала, потому что, в принципе, пара опускалась, достигала этой отметки, фактически вот лоу был даже пониже. До стоп-лосс мы не достигли и хорошо, в принципе, отросли. Как и предполагали, то, что ралли рисковых активов с учетом рыночных настроений и того, что большую часть трейдеров сейчас продает и не покупает, может продолжиться. Потому что здесь привычная классика, жанры движения, рынок идет по пути наименьшего сопротивления и, разумеется, не дает заработать всем, а дает заработать только меньшинству. Сейчас тотальное меньшинство, это, конечно же, в покупках евро-доллара. Вот в моменте, смотрю, рыночное настроение, сейчас у нас 71% продавцов и 29%, соответственно, покупателей. О чем это говорит? Это говорит о том, что восходящее движение легко может быть продолжено. Общаясь с коллегами, в том числе и технарями, многие мне пытаются донести позицию того, что этот рост, он преследует конкретную цель и может продолжаться, ну, к минимуму, там, до отметки 1.15. Я, конечно же, с учетом фундаментального фона как-то не очень-то верю в такое мощное еще восходящее движение, но признаю то, что тренд продолжается и сейчас торговать против него по меньшей мере даже глупо. То есть на текущий момент тейк-профита, я отмечал, что, скорее всего, будет перехай, мы пока его не достигли, я предлагаю закрыть сделки прямо по текущим уровням и снова сегодня рассмотреть сделку потенциальную покупки евро-доллара на коррекции. Например, через отложку buy limit с уровня 1.12.80. Я допускаю то, что внутри дня, перед итогами заседания Федрезерва, европейскую валюту могут также раскачать на волатильности евро, может все-таки сходить ниже, вот как раз там, где проходит еще и скользящая средняя, один из немногих индикаторов, на который я обращаю внимание. Вот прямо рядом с ним я разместил эту отложку, buy limit, stop loss можно поставить на уровень 1.12.20, take profit, не будем себя ограничивать, так, эфемерный уровень я закину 1.15, хотя думаю, что изменение рыночных настроений произойдет гораздо раньше. И вторая идея, которую я транслировал раньше и сегодня я ее продолжаю. Эта идея была по покупке индекса американского доллара через отложку, предлагал действовать с уровня 97, ну, фактически мы коснулись этого значения, откатили и по stop loss. Сделка была закрыта, stop loss был на отметке 96.60. Снижение продолжилось. Сделка на сегодня покупка снова. Да, я понимаю, что против тренда, но прошу себя извините и простить, я все-таки рассчитываю увидеть разворот, потому что есть вот этот фундаментальный фактор потенциального разворота. Сделка buy limit с уровня 96, сейчас мы находимся на отметке 96.20, stop loss можно поставить на уровень 95.40, ну, то есть там примерно 0.3% потенциального убытка на сделку. При этом в качестве take profit, так же, как и раньше, стоит ориентироваться на уровень 98 или даже вот повыше. Почему я верю в доллар? Потому что, по-моему, даже с тобой в прошлый раз я рассказывал, что сейчас очень много сигналов, свидетельствующих о том, что очень сильно подрывается доверие к всему, что имеет отношение к американской экономике в плане финансовых активов. И, конечно же, это видит Федрезерв. Сегодня мы 100% услышим о готовности американского регулятора и дальше стимулировать экономику, если того будет требовать ситуация. По идее, это как бы то, что должно привести к снижению курса доллара, потому что еще до поликвидности инъекций в экономику, это то, что будет создавать, опять же, риск потенциального роста инфляции на перспективе там следующих квартов. Но в то же время американский регулятор может как бы нейтрализовать эти инфляционные риски, если сообщит о планах того, как он будет бороться с этим инфляционным ралли, если оно пойдет. И мне очень все-таки хочется понять, как американский регулятор будет впоследствии вытаскивать с рынка все вот эти триллионы долларов, взимать ликвидность, которая раньше была пущена на борьбу с последствиями пандемии. Если Джером Пауэлл сегодня не прокомментирует конкретно в ходе своих сопроводительных заявлений это, то 100% будут кайверзные вопросы от прессы, которые заставят его пролить свет на это. Ну и есть еще план Б. Он заключается в том, что вместе с готовностью стимулировать экономику Джером Пауэлл может очень много прям расплыться в эпитетах относительно того, как сейчас эффективно все идет в плане восстановления в рамках американской экономики. То есть позитивы мы редко, о позитиве редко слышим и мало видим по штатам. Вот последние данные по Non-Farm Perils превзошли, оказались лучше ожиданий экспертов, и тогда индекс доллара как раз и вырос. Поэтому сегодня, если Пауэлл все-таки отметит то, что восстановление американской экономики идет более уверенными темпами, чем прогнозировалось, это также может оказать поддержку индексу американского доллара. В общем, стоп-лосс, еще раз повторюсь, 95.40, и если все-таки он не сможет поддержать доллар, то я, пожалуй, уже с завтрашнего дня развернусь по индексу американского доллара и буду продавать. Ну вот, до завтрашнего дня сохраняю длинную позицию. Виталий, передаю слово тебе. Так, всех приветствую. Как всегда, мы сделаем разбор тех моментов, которые я в прошлый раз говорил. Видно рабочий экран? Да, да, да. Я сегодня, кстати, там в позапрошлом обзоре или битве был комментарий от одного участника о том, что на некоторых графиках, ну, у меня в основном, я в последнее время переключился черный цвет, и он говорит, что немножко плохо видно. Скажем, я сегодня добавил по евро-доллару белый цвет, и пусть, если он будет сегодняшнюю битву смотреть, пусть скажет, лучше ли на белом цвете по сравнению с черным. И, возможно, я все инструменты переключу, сделаю шаблончик под белый цвет и сделаю, скажем, чтобы было лучше видно, потому что мне удобно на черном, оно не так сильно на глаза влияет. Но, допустим, те, кто смотрит видео, обзоры, им, возможно, плохо немножко видно. Там разные моменты могут быть из-за качества видео и вот этот черный цвет. Поэтому пусть оставят комментарии, те, кто нас будут смотреть, как лучше белый или черный цвет, и я в таком случае по большинству зрителей сделаю так, как им больше нравится. Итак, давайте пройдемся по тем идеям, которые я говорил в прошлый раз и дам на сегодня, там, комментарии, торговые идеи. Ну, комментарии по индексу доллара, в принципе, скажем, здесь нисходящий тренд. Пока никаких предпосылок для разворота нет. Если мы все-таки, там, условно, сегодня на этих новостях сделаем перехай вчерашнего хая, то есть закроемся выше хотя бы 97, то, в принципе, можно там уже с четверга, с пятницы уже говорить о покупках. Возможно ли они стекущих на новостях, скажем, все возможно на этом рынке? То есть сильно отпадали, какая-то коррекция возможная. Дальше. По биткоину. В прошлый раз давал комментарий о возможной покупке. Мы торговались где-то в районе, там, 9700 с целями 10 тысяч. Мы практически сделали, там, 9900 ночью показали вчера. Поэтому, может ли дальше лонг продолжится, так как были там комментарии, спрашивали по поводу биткоина, возможно ли лонг, он может продолжиться, но, скажем, сейчас такая достаточно сложная здесь ситуация. Я бы хотел сегодня дать обратную рекомендацию на шорт по биткоину. С текущих, это у нас получается 9800 практически, со стоп-лоссом. Желательно поставить за отметку за хай, вообще практически это 10300. Это такой, возможно, получится среднесрочная какая-то коррекция. Будет она или из текущих, не исключая какой-то перехай и дальнейшее движение. У нас здесь есть и тренд глобальный вниз, скажем, такая трендовая. Поэтому с данной зоны мы можем или из текущих, или сделать немножко в район 10 тысяч, плюс-минус, там, кольнуть десятку, и потом уйти на хорошую коррекцию, там, в район 9 тысяч, возможно, пониже. Поэтому рекомендация на шорт с текущих стоп-лосс за хай, получается, 2 июня. Да, 2 июня. То есть это в районе, там, 10400. Ну, такой среднесрочный, возможно, неплохой получится шорт. Можно, конечно, попробовать, если кто хочет, скажем, с более большим объемом войти. То есть я рекомендую, там, до 1% на сделку, то есть попробовать со стопом, это как-то второй вариант, где-то в районе, там, 9950, скажем. То есть за хай, получается, вчерашний, вот ночной, здесь появился какой-то продавец, видно, там, резкое движение вниз, и плюс в данной точке также были продажи, где-то в районе, там, 4-го, 5-го числа. Это для тех, кто хочет побольше объема взять, может попробовать. Так что касается биткоина. Дальше. NASDAQ, в принципе, сделал то, что я и ожидал. Я еще в пятницу, до битвы нашей понедельной, еще в пятницу обратил на него внимание по сравнению с индексом S&P Dow Jones, которые, там, идут в рост. У них были только какие-то локальные, там, модели, какие-то локальные уровни. А вот именно NASDAQ был самое интересное, и я советовал к нему присматриваться. И при закреплении выше исторического хая, то есть который был поставлен в феврале, в середине февраля, то есть это 9,750 с копейками. Мы видим, в пятницу прошлую мы закрылись выше данного уровня, и в понедельник зеркально его тестировали, и, в принципе, мы сделали, там, неплохую цель. Десять, вот, получается, сколько? Десять тысяч, да? Десять тысяч, как по биткоину практически. И поэтому на текущий момент я бы, скажем, давал такие комментарии по данному инструменту смотреть. Если мы, там, на сегодняшних новостях или, там, в ближайшее время завалимся ниже этого уровня, 9,755, то присматриваться к возможным шортовым идеям. Здесь сейчас все покупают, мы пробиваем хаи, поэтому это может быть такая ловушка, сложный-ложный пробой какой-то с формированием. Поэтому дальше S&P Dow Jones пока никаких моментов нет, золото аналогично. Хотел бы также дать рекомендацию по нефти. Это вторая рекомендация, понимаешь? Да, да, это будет вторая. Первая – это биткоин. Вторая, то есть на выбор, скажем, кто торгует там лайт. В принципе, у них картинки зеркальные, то есть на выбор там лайт или бренд. Я, допустим, всю трейдерскую жизнь в основном торгую лайт. Скажем, это где-то 95% сделок. Бренд очень редко, скажем, ее смотрю, иногда они, в принципе, зеркально ходят, но бывает у них иногда разногласия там в каких-то моментах. Почему шорт? Скажем, он не сильно надежный. Почему? Потому что, так, остановимся на нефтемарке лайт. Скажем, длинный рост уже. До этого момента я практически в сумме два месяца говорил только о лангах. Я понимаю, там читаю комментарии, много, некоторые, некоторые шортят нефть по каким-то причинам, да, там своим. Сейчас появились технически очень малонадежные, но есть какие-то моменты на возможную коррекцию по нефти, и она может превратиться или там, эта коррекция в такую хорошую коррекцию на процентов 30-50 от этого всего роста, который у нас был. Поэтому в понедельник хорошо ее скинули, нарисовался небольшой импульс, можно пробовать с текущих шортить. Это у нас сейчас цена 38 со стоп-лоссом за вот понедельный хайт, то есть это выше там 40-50. И цели у нас, скажем, поддержать среднесрочное, там, ну, там, получится несколько недель, там, возможно, месяц пойдет эта коррекция. Будет ли это с текущих или мы дальше будем, скажем, снова вертикально идти в рост, так как этот тренд может продолжаться долгое время. Риски здесь небольшие закладывать на рекомендацию, потому что у нас тренд, локальные предпосылки есть для шорта, но они очень низкие, потому что, вот, как я говорил, даже по тому же евро-доллару, если у нас идет какой-то тренд, чтобы его развернуть и дать хорошую рекомендацию, там должно что-то нарисоваться, там сильный импульс. Вот, допустим, вот я вспоминаю, недавно такой был тренд, хороший вертикальный, где-то год назад, сейчас я его покажу, чтобы было понятно, то есть как тренды разворачиваются, не просто там нужно шортить, потому что есть какие-то уровни или что-то еще. То есть вот у нас вертикальный красивый тренд идет такими ступеньками, и вот аналогичный тренд был у нас, вот, это, да, чуть-чуть уменьшим. В начале 2019 года, вот такой аналогично практически этому тренду, то есть мы здесь раз, два, три, четыре месяца в рост, и этот тренд развернулся только после, вот у нас, так, где он ушел, вот, да, после сильного импульса, то есть вот смотрим, как здесь тренд ломали, вот этот тренд, смотрите, здесь импульс вниз три дня на 400 пунктов, и вот именно вот это последнее, последний бар такой большой, то есть это показывало нам о возможном развороте тренда. Потом хорошая коррекция, то есть там три недели, четыре, и снова движение вниз и глобальный разворот. Поэтому, чтобы сейчас ловить коррекцию по VTI или бренд, нужен хороший импульс. Он есть небольшой, поэтому это с рискованных, поэтому риск небольшой. Ну и дальше комментарии по другим инструментам. Фунт пока идет в лонг, все-таки уровень, который я назвал в прошлые разы, 26.20, 26.45, который мы пробили, закрепились, мы его даже в понедельник, и вчера мы его снова тестировали, зеркально аналогично, как и NASDAQ, и двигаемся дальше наверх. Франк давал в прошлый раз рекомендации по данному инструменту, она закрыта по стопу. То есть я давал где-то в этом диапазоне текущую там покупку и покупочку лимитом в районе там 96.05. Сделка закрыта в тот же день по стопу. Я сам тоже, скажем, там покупал небольшим объемом. У меня еще была дискуссия с моей одной ученицей, которая здесь еще с прошлой пятницы предлагала шортить. Как-то я ее ослушался, но я удачно в пятницу вышел с этой сделки, потому что, скажем, были моменты, которые мне не понравились в таком формате. Но идея закрыта по стопу. На текущий момент рынок в падении, поэтому никаких предвестников для разворота пока нет. И евро-доллар момент еще с прошлой пятницы. На обзоре я говорил, что следить за уровнем 13.60 после ложного пробоя. С этого уровня, возможно, пойдет какая-то коррекция по евро-доллару. Она, в принципе, произошла. Плюс в понедельник, вот, кстати, почему я давал рекомендацию по франку, то есть, что, возможно, коррекция наверх. Я аналогично давал рекомендацию по евро-доллару, ну, не рекомендацию, а комментарии в шорт. И он, в принципе, отработался. Я думал, они в симбиозе сходят, но франк в последнее время мне не слушается. И мы, получается, вот в понедельник мы немножко сходили вниз, и мы вот здесь торговались утром где-то в 10-11, да. То есть он вначале сходил вниз, потом пошел выкуп. Я здесь идейно переключился на лонг и писал ребятам, что здесь рассматриваю лонги по евро-доллару. Ну, это было до вечера утром, мы там обсуждали, я уже перевернулся в шорт, вот этот ночной локальный импульс. Мне показалось, что здесь скорее шорт, он, в принципе, аналогично локально, то есть здесь было несколько идей скальперских, которые неплохо себя отрабатывали. И что интересного, вчера, где-то во второй половине дня, мы все переключились на лонг после вот этого, скажем, ложного пробоя уровня, который здесь отмечен 1.1280 примерно. Неплохая здесь модель была, поэтому я раньше упоминал, что евро-доллары вижу только коррекционно, то есть вниз, нету глобальных предпосылок для шорта сильного. И что интересного, вчера купил данный актив, немножко заработал, там 60-80 пунктов. И самое интересное, что я сидел до этого в шортах, шорты позакрывался, и вот здесь отметил отметочку, где я покупал, натянул сделочку по евро-доллару. И эти сделки были сделаны на пляже. То есть вот это мечта трейдеров, которые там хотят торговать на море или там с пляжа где-то отдыхают, поэтому у меня получилось вчера сделать, закрыть шорты, купить с телефона. Повезло, почему? Потому что вчера почему-то по Киеву связь была плохая, в некоторых точках 3G, то есть не работал почему-то, то есть в некоторых. И она в тот момент появилась, я вошел в лонг, и самое интересное, ребята в группе, в клубе обсуждали тоже евро-доллар, и они здесь там 3 ученика купили евро-доллар, и тоже неплохо заработали. На текущий момент возможен тоже очень рискованный шорт с текущих. То есть если там есть фанатики шортов по евро, в принципе можно пробовать с текущих, то есть 13.55 со стоп-лоссом можно за пятничный хай поставить. Не исключаю, что его могут еще раз вынести ложно, и потом вниз к твоей лимитке сходить, и потом уже по факту нужно смотреть, что в этом диапазоне будем делать, потому что здесь может улететь 200 пунктов и покупать. Виталий, спасибо тебе большое за комментарий, немножко мы выбились из тайминга уже существенно. Ну что, давай тогда наблюдать за тем, что происходит на финансовых рынках, соответственно, сегодняшнее заседание Федрезерва, в следующий раз нам будет с тобой о чем поговорить, как и всегда, подведем итоги доллара, динамики рисковых активов, ну и будем искать уже новые возможности. Тебе отличного закрытия недели, и твоим ученикам тоже попутного тренда, как говорится, и хороших выходных. До свидания, Виталий. Спасибо, пока, до свидания. Продолжение следует...